добрый день дорогие друзья добрый день пользователи канала сегодня суббота 22 октября 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня мне хотелось пообсудить с вами исторический эпизод инцидент который поверг состоянии ступора весь мир поскольку сегодня в 11 часов по пекину мы имели возможность в режиме реального времени наблюдать публичное низвержение с китайского политического олимпа всемогущего ху цинтао кто такой ху цинтао это предшественник настоящего председателя си цзинпина как вы знаете председатель си сделал все для того чтобы остаться на третий срок то есть по окончании этого съезда будут проведены определенные мероприятия которые позволят ему это узаконить против того что существовало до него в компартии то есть ху цинтао служил отечеству два мандата после этого он передал власть как и положено своему последователю своему преемнику си цзинпину своему бывшему подчиненному и вот сегодня в 11 утра когда ху цинтао сидел рядом с си цзинпином на съезде компартии смотрел свои бумаги к нему подошли двое служителей в масках мне хотелось бы подчеркнуть что только находящиеся в президиуме лидеры китайской компартии были без масок все остальные рядовые члены партии которые участвовали в работе съезда были в глубых масках какому выводу вы приходите дорогие друзья видите какие сильные личности сидят в президиуме им не страшен уханьский микроорганизм он страшен только обычным людям но это так маленькая интернет сам к ху цинтао подошли два служителя в масках но поскольку он и си цзинпин были без масок мы можем благодаря современной технике съемки видеть эту историческую драму во всех деталях и как говорится нюансах ху цинтао видимо счел что это какое-то недоразумение когда двое молодцев стали его вытягивать из кресла я не могу сказать что 80-летний человек может сопротивляться он немного противился этому но когда сидящие рядом с ним его бывшие подчиненные а ныне председатель компартии си стал ласково и ненавязчиво помогать служителям ху цинтао понял что игра проиграна он позволил вывести себя под белые руки и на прощание через плечо он сказал пару слов кину пару слов си цзинпину может быть кто-то там последствия по губам сможет прочесть что же он сказал а может быть и нет но мне хотелось бы предложить вам мою интерпретацию того что произошло поскольку целый день целый день пресса и эксперты гадают чтобы это значило потому что это нарушение всех кодов всех протоколов которые существуют в китае как в стране как обществе так и в компарции поскольку компарция культивирует имидж коллектива в котором нет противоречий то есть для внешнего мира у них никогда нет противоречий у них никогда нет внутри партийной борьбы у них все замечательно и гладко и они все голосуют за все единогласно почти как у нас в евросоюзе и соответственно мы прекрасно понимаем что такое событие не могло не быть запланировано заранее к тому же после того как выдворили бывшего председателя ху это кресло оставалось пустым это кресло рядом с настоящим председателем си то есть все могли это лицезреться мне хотелось бы подчеркнуть что когда худзинтау выводили из зала заседаний никто даже головы не повернул они все сидели то есть делегаты все сидели просто как каменные статуи знаете как это каменная армия вы знаете это каменная армия которую откопали археологи вот именно так они сидели но в масках и соответственно сегодня весь день обсуждается чтобы это значило поскольку это нарушение всех кодов и внутри партин как я уже сказала и общечеловеческих потому что китай строит свою цивилизацию на идеях на философии конфуцианства и уважение пожилым людям к возрасту это основа основ это интегральная часть китайской культуры китайского общежития и вдруг на глазах и членов партии и всего общества китайского и конечно всего мира не побоюсь сказать прогрессивного человечества произошел такой инцидент с пожилым человеком заслуженным человеком дважды председателем компарции лидером китайского народа в течение десяти лет обошлись так как с ним обошлись то есть его просто вытолкали можно сказать за шеи это то что произошло посмотрите напишите мне что вы думаете я считаю что это было сверх брутально но зная то что в компартии китая на таких мероприятиях все до тончайших деталей срежиссировано то есть у них нет ничего что происходит спонтанно у них невозможно что-либо провести бесконтрольно то есть там нет никаких импровизаций все подконтрольно и по той реакции которую мы наблюдали наблюдали у си цзинпина совершенно очевидно что он морально к этому был готов то есть он был в курсе того что именно так должно произойти и рядом с ним будет это пустое кресло для того чтобы понять что произошло он я думаю не имеет никакого смысла обращаться к интерпретациям англо-саксонской прессы bbc пишет о том что у товарища который им не товарищ у ху цзинтау проблемы со здоровьем связи с возрастом конечно это полный нонсенс он не испытывал никаких импульсов никаких синдромов нездоровья когда он сидел и читал свои бумаги или глядел в свои бумаги на этом съезде я считаю что это высшей степени символично то есть это сигнал в первую очередь своим согражданам то есть сиден пин переходит к силовой политики то есть так будут обходиться со всеми кто будет противоречить курсу партии и его лично то есть это грандиозное возвращение культа личности с одной стороны и с другой стороны то что волнует должно волновать нас всех это окончание эпохи китая как мягкой силы потому что именно эту политику продвигал ху цзинтау если вы помните он принимал в пекине президента обаму но он с ним встречался на полях различных международных мероприятий он все время говорил о том что китай должен продвигать свои интересы в мире но благодаря своей культуре с силе своей цивилизации очарованию и так далее то есть это была операция по соблазнению человечества шармом этой древней культуры и так продолжалось в течение 10 лет конечно вы возразите потому что ху цинтау не был так очаровательным по отношению к тибетанским монахам и все такое прочее вы можете прочесть о том какую внутреннюю политику он проводил но чисто внешне все выглядело иначе все выглядело действительно невероятно пристойно я могу это засвидетельствовать у нас брюсселе есть китайский культурный центр очень современный там проходит замечательные мероприятия все действительно на высшем уровне продвижение китайской культуры и в этом контексте следует это понимать совершенно однозначно что эта эпоха китая как мягкой силы завершилась то есть сиден пин будет проводить чрезвычайно жесткую политику и если одновременно вы посмотрите на то что сказал президент макрон сказал в пятницу то есть вчера ну что европа совершила ошибки позволяя китаю покупать ключевые инфраструктуры мы об этом будем говорить отдельно и не раз но также я предлагаю вам обратиться к интервью американского адмирала которого зовут майкл гилдой вы знаете что адмиралы часто интервью не дают они дают их только при чрезвычайных обстоятельствах так было и на этот раз адмирал дал интервью и он объяснил что в настоящий момент морфлот находится в состоянии боевой готовности как он сказал fight tonight то есть битва сегодня вечером сражение сегодня вечером потому что могущество китая то есть это соперничество с китаем нарастает не подняла по часам и сша должны быть готовы к тому чтобы защитить свои интересы с оружием в руках это буквально то что он говорит в этом интервью я выложу ссылку в первом закрепленном комментарии мы отдельно обсудим это интервью потому что конечно на кону тайвань вы сами знаете что тайвань это лидер производства чипов а без чипов не может работать современная электроника не может работать современная не промышленность оружейников то есть все это зависит от электроники но я не буду слишком отходить от этой темы потому что я заявила ее как символизм свершения с политического олимпа ху цинтао и его политики мягкой силы по отношению прежде всего к западу но также ко всему миру и мы видим новый китайский курс это курс си цзин пина на силовое решение не скажу конфликтов скажу споров и не только во внутренней политике но также во внешней то есть си цзин пин утверждает себя как жесткий бескомпромиссный беспощадный лидер и конечно это рождение культа личности дорогие друзья это то что я хотела сказать я жду ваших комментариев и желаю всем прекрасных выходных